Приветствую вас, Ирина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Суть его в невозможности сказать нет. Конечно, вы совершенно точно, совершенно очевидно получаете какую-то выгоду от того, что он не говорит нет. Это выгодно лично вам, это то, что вы сами делаете, то чего вы сами хотите, то что нужно вам и соответственно у этого есть некоторая выгода. Вторичная. Такой вот специфичный немного. Да? Модели в поведении. Наверное, наша задача в том, чтобы в первую очередь разобраться с тем, чем выгода конкретно ваша. От того, что вы мне говорите нет. Что вы получаете? Попытка угодится, да? Попытка. Не знаю, расположить. Себе. Человек. Это желание что-то получить, приобрести. То есть, что вы получаете? Это может быть... Да. Избегание конфликтов. Это тоже такой может быть достаточно важный момент. То тут нужно исследовать. В любом случае. На мой взгляд, тут нужно исследовать. На мой взгляд, тут нужно смотреть. И уже после этого действовать. Ну, а по такому вот немного общему правилу я бы показал, что... Общая проблематика здесь заключается в подавленной агрессии... Вау. Вау. Проблема глики границ. Вот. И в... Вероятно, чрезмерной... Чрезмерной... Ответственности. Которую вы берете... Берете... На себя... За других людей. То есть... Ну... Грубо говоря... Когда... Другой... Человек, например... Обижается на вас... Да? Когда... Другой человек, например... Как-то вот он... Ну, реагирует, а негативно, ну, можно затрагировать. Вот, вы чувствуете себя за это ответственность. И, грубо говоря, требования, у вас есть требования, требования к себе, там, всем угодить. Вот, это может быть и, в принципе, эээ, такой, жизненный сценарий, я бы сказал вам, эээ, когда человек пытается угодить всем, то есть, ну, сценарий, в принципе, он, так и называется, угодим или угодим всем, эээ, это такой жизненный сценарий. Ну, в принципе, это корректируется. Все при желании. То есть, если у вас есть желание, то все это корректируется. Другой вопрос, эээ, хотите ли вы этого? вот, то есть, ну, хотите ли вы это корректировать? Потому что, ну, определенная работа над собой все-таки должна быть в таком случае проведена, потому что, эээ, ну, само собой, из этого выйти не получится, а привычки, которые у вас есть, да, они, так, так вот, в процессе не уйдут. Вот. К сожалению. Вот то, что я могу вам ответить на ваш вопрос. Эээ, значит, работа с агрессией, с ответственностью, с лишними границами, с требованиями к себе, а может быть с тревожностью и со страхом. Ээ, удачи вам, всего самого доброго, я желаю вам разрешения вашей ситуации. Третья. Третья.